Новый бизнес – это новые проблемы. Запомните, пожалуйста, это навсегда. Если у меня появляются 15-20 идей, я все не делаю. Я выбираю одну или две, но в деле этого лучше всех. Я сидел и думал, это супер, это круто. Вот почему он успешный человек. И не знаю, правильно ли я, что я много хочу. Если ты станешь профессионалом, ты всегда будешь востребован. Последний – это то, что забирать деньги. Вы это прекрасно знаете. Вопрос у меня такой, как найти наставника? Учителей очень много, кому доверять – непонятно. Главное – заплати, а результат никого не интересует. Спасибо. Учитесь только у тех людей, чей результат вас вдохновляет. Ключевой мысль в этом рубрике – у всех богатых людей есть наставники, консультанты, советники. У бедных людей – нет, потому что они считают, что все знают сами. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши читатели, уважаемые наши зрители. Кто смотрит наш канал, рубрика «Вопросы до Влатова», спасибо, что задаете вопросы к вашим услугам. Искренне служу вам, чтобы ваша жизнь стала лучше, ваши бизнесы просветали, чтобы ваше счастье было больше. Мы для этого работаем, дорогие мои. Именно наша рубрика «Вопросы до Влатова» создана с такой целью, чтобы был обратный связь, чтобы я мог знать о том, что усваивали, какие у вас вопросы появляются и так далее после наших тренингов, после наших чтений книги и так далее. И к тому же, чтобы была доступна консультация, потому что платная консультация не каждому по карману. И к тому же, иногда у вас есть всего лишь один вопрос или два вопроса, чтобы вы могли на них получать актуальные ответы. Ставьте лайк, если вам нравится наша рубрика, если это вам помогает, вашим знакомым, друзьям и так далее, не забудьте ставить лайк. Ставьте лайк, рекомендую своим друзьям, знакомым, поделитесь нашим, пожалуйста, рубриком, потому что это принесет успех, это принесет пользу. Знаете, одну самую важную вещь? Когда вы ставите лайк, когда вы рекомендуете, когда вы делитесь с нашей почтой, соответственно, вы станете причиной, что 5 или 10 новых людей тоже послушают. Эту информацию вы действуете по законам изобилия. Получается, что вы пробрели знания, вы узнали что-то о хорошем, вы это поделились. Соответственно, чем вы делитесь с хорошей своей жизнью, тем больше хорошей в вашей жизни появляется. Один из принципов иметь мышление богатого человека именно это. Один из важных принципов. Большинство успешных людей всегда делятся своими опытами, своими знаниями. Если вы меня спрашиваете, как я просветаю, именно причина того, что я просветаю, то, что я умею, я делюсь со всеми людьми. Все, что я знаю, я рассказываю людям, потому что это так надо, потому что это знание принадлежит Всевышнему. Только Господь Всезнающий. Поэтому все, что мы имеем, это надо делиться. Знание, богатство, счастье, время, которое у нас есть. Надо всегда найти время для родных, близких, и надо делиться все то, что у вас есть. Займитесь благотворительностью и так далее. Вот, дорогие друзья. Так что обязательно поделитесь, пожалуйста, нашими рубриками. Здравствуйте, уважаемый Сальмород Давлатов. Я владею маленьким бизнесом, который приносит мне стабильный средний доход. Лет 5 оставался на месте, не развиваясь. За последний год открыли мастерскую ключей. Чистку пухоперевых подушек после знакомства через YouTube с вами. Сейчас от идей голова разрывается. 24 часа в сутки стало мало. Как работать, чтобы не распыляться, заниматься чем-нибудь, одним или держаться, или держать и продавать разные направления бизнеса. К работе подхожу ответственно, вычитывая все до милочей. Дорогой мой, для начинающего в бизнесе, для человека, который не имеет бизнес, который мечтает о бизнесе, мечтает быть успешным и так далее, очень важно, чтобы он себе сказал постоянно «да». Успех начинается с того момента, когда он начнет себе говорить «да». То есть он начнет говорить «да» и открывает бизнес. Он начнет себе говорить «да» и начнет планировать, скажем, что начнет открывать в магазине или что-то делать и так далее. То есть любой свою идею попытается реализовать. То есть он себе говорит «да». Это для начинающих. Но когда проходит 3-5 лет, или у тебя направления бывают разные, направления появляются в голове, или много идей появляется и так далее, теперь успех заключается в том, чтобы умение говорить «нет». Вот как ты думаешь, в дальний момент, в моем положении, больше мне принесет успех «да» или «нет»? Мне в дальний момент больше успех принесет, когда я говорю «нет». Потому что ко мне приходит куча разных предложений. У меня собственной идеи в голове очень много. А жизнь одна. Понимаешь, календарные дни у меня всего один день. Календарный год – всего один год. Если я 50 бизнесов открываю, у меня 50 жизней не будет. 50 лет они будут. Понимаете? Помни одну самую важную вещь. Новый бизнес – новые проблемы. Всегда люди видят доход о бизнесах, но они не видят его проблемы. Не видят его занятость, не видят его заботу и так далее. Новый бизнес – это новые проблемы. Запомните, пожалуйста, это навсегда. Новый бизнес – новые проблемы. Поэтому я тебе рекомендую, что научись сказать себе «нет». Научись тебе сказать «нет». Фильтрируй, пожалуйста, среди всей твоей идеи. Посмотри, какой из них больше. Запомни, какой из них больше у тебя хорошо получается, легко получается. Тебе не надо себя заставлять это делать, принудить себя и так далее. Второе – что из них больше принесет прибыль, что из них растущий рынок, что из них маржинальность высокая и так далее. Третье – у какой из них в дальний момент широкая аудитория. Целовая аудитория больше, чтобы легко можно было войти на рынок и так далее. Все. Выбери, пожалуйста, среди них всех одну или две и только вкладывай в них. Вы знаете, я очень внимательно изучаю жизнь богатых людей. Недавно, когда был в Америке, я послушал одно из лечений Джефф Безоса. Вот это Амазона. Основатель Амазона. Знаете, что он говорит? Он говорит, что если у меня появляется 15 или 20 идей, я все не делаю. Я выбираю одну или две, или максимум три, но с делом этого лучше всех. Я сидел, думал, это супер, это круто. Вот почему он успешный человек. Так что, дорогой мой, вы тоже сами делайте. Здравствуйте, Сальмур Довлатов. Меня зовут Миша, я из Украины, Ивано-Франковского, область, город Калуж. Я из большой семьи. Нас в семье 11 человек. Я с 13 лет начал зарабатывать деньги, чтобы поддержать родителей. Я работал у фермера. В 14 лет я начал выращивать декоративные растения, туи. Меня сосед научил, как их выращивать. Мне это очень нравилось. Сейчас я залучил в это дело почти всю семью. Папа оставил свою работу, но нам денег хватает только на еду. В этом году я начал заниматься ландшафтным дизайном. Укладываем брусчатки, сеем газон, садим растения. У меня город небольшой, 70 тысяч населения. Очень мало клиентов. Начал думать о точке для быстрого питания. Даже уже место очень людное нашел, где нет конкуренции. Но на это дело нет денег. Мне в декабре исполнилось 22 года, а я еще ничего не добился в своей жизни. Хватают за все, а результат почти нулевой. Посоветуйте, что мне делать, куда двигаться. Хочу развиваться в сфере ландшафтного дизайна. И хочу открыть точку для быстрого питания. Еще есть желание заниматься фермерством. И не знаю, правильно ли, что я много хочу. Дорогой мой Миша, начни, пожалуйста, один. Вот советы, которые давал предыдущему человеку, они тебе тоже касаются. Пожалуйста, даже если, смотри, делай ландшафтный дизайн, займись этим. Стань в этом профессионалом. Дорогой мой, запомните, станьте лучшим для кого-то, чем быть средним для всех. Лучше в одном направлении, станьте профессионалом. В одном направлении, станьте лучше, чем другие. Тогда вы будете конкурентоспособными. Потому что на рынке очень много конкурентов, на рынке очень много людей, которые хотят зарабатывать. Очень много людей, которые в этих направлениях, которые вы сказали, они уже работают. Рынок уже разделен. Понимаете? Поэтому, чтобы иметь свою долю рынка, вы должны стать лучше них, профессионалом. Вы намного должны быть более профессионалом, чем они. Только тогда вы можете зарабатывать деньги. Только тогда вы можете подниматься. Поэтому, дорогой мой, Миша, выбери ландшафтный дизайн, фокусируйся на это. Но твой город маленький. Иди в большой город, работай в большой городе, зарабатывай. В больших городах это очень-очень востребовано. Это действительно так. Если ты станешь профессионалом, ты всегда будешь востребован. А то, что быстрое питание и так далее, это тоже подходящее. Но сначала одну делай. Мой совет тебе – одну выбери. В нем станешь профессионалом. Построй бизнес, построи денежный поток. Когда у тебя будет более миллиона долларов дохода в этом, только тогда можешь посмотреть какие-то другие виды дохода. Уважаемый Сальмурот, да Владов, может где-то я пропустил, поэтому меня интересует одна тема. Создание активов. Я живу в России, сейчас время непростое. Происходит экономический спад. У людей денег практически нет. Решил для себя, что хватит работать на других. И пора заботиться о своем достатке. Мне нужно создать колонки активов, чтобы оборачиваемость и капитал вкладывать уже в бизнес. Подскажите, может у вас есть какая-то литература, где можно просветить свой ум об этом. Что это, как это работает и так далее. Соранее спасибо. Алексей, дорогой, активы это то, что принесет доход. Пассивы это то, что забирает деньги. Вы это прекрасно знаете. Да, сейчас в дальний момент идет экономический спад и кризис и так далее. Мы все проходим такое некое испытание. Что касается литературы, в ближайшее время я поработаю, может быть до конца года выпущу книгу, как стать хозяином недвижимости при любом доходе и так далее. Но поработая постепенно, постепенно, шаг за шагом до этого надо дойти. Я вам рекомендую прочитать мою книгу «Стратегия мышления богатых и бедных людей». А потом, в обязательном порядке, прочитайте, пожалуйста, книги «Я инвестор». В этом году я работаю. Сейчас он не вышел, но он будет выходить. «Я инвестор» и так далее. Правильно вы говорите. В обязательном порядке работайте, накопите деньги, приобретайте активы. И по чуть-чуть, по чуть-чуть, хоть даже маленькие активы, это лучше, чем без него. Поработайте над собой, поработайте, разрабатывайте, увеличивайте свой доход. Фокусируйтесь на увеличении своего дохода. А потом фокусируйтесь на сохранении деньги. Накопите по чуть-чуть, по чуть-чуть капитал. И потом, в обязательном порядке, приобретайте активы. Один за другим, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. До того, когда выходят те книги, которые я вам сказал, найдите мой тренинг «Как стать хозяином недвижимости при любом доходе». Изучайте. Возможно, вам это хорошо поможет. Садмурад Авлатов, здравствуйте. Сразу хочу поблагодарить вас за возможность получить ответ лично от вас. Стараюсь смотреть больше ваших видео, но никак не могу найти выключатель в темной комнате. Вопрос у меня такой. Как найти наставника? Учителей очень много, кому доверять непонятно. В массе своей все прочитают несколько книг, и они мастера по любому бизнесу почти у всех одно и то же. Главное – заплати, а результат никого не интересует. Спасибо. Да, дорогой, я понимаю. Учитесь только у тех людей, чей результат вас вдохновляет. Это первый показатель. Второй. Учитесь у того человека, который является тем, кем вы мечтаете стать. По крайней мере, похоже на него стать. Это второй показатель. Третий показатель. Учитесь у того человека, который уже находится там, где вы мечтаете быть. Это третий показатель. Вот эти показатели очень важны. Когда выбираете себе наставника, учитесь именно у таких людей, у которых эти показатели есть. Но никогда не учитесь у людей, у которых нет результата. Это важно. Потому что это очень много времени займет. Очень много пустотрата денег и так далее. Я не могу вам сказать, что не надо учиться у теоретиков. Есть, например, учителя, такие как теоретики, но у них ученики успешные. Это похоже, что учитель, который в школе преподает или в вузе преподает, он успешный преподаватель. Но у него своего, например, может он преподавать экономику, но у него своих собственных результатов нет по экономике. Но у него есть результаты в другом плане. В том плане, что он вырастил много хороших учеников, у которого есть экономический результат. Поэтому, когда я вам сказал, что посмотрите на учитесь у того, у кого есть результат, я имею в виду, что есть люди, которые, может быть, у него самого нет такого уровня дохода, но он обучал несколько людей, и его ученики успешны. Похожи такие ученики, как вы, например. Поэтому учитесь у тех, у кого есть результат. Посмотрите на эти вещи, пожалуйста. И четвертый показатель – учитесь у того человека, у которого ценности похожи, как вы. То есть это то, каким человеком вы мечтаете стать, это то, каким человеком вы хотели бы быть, и так далее. Учитесь у таких людей. Дорогие мои, обязательно найдите себе наставника. Ключевой мысль в этом рубрике – у всех богатых людей есть наставники, консультанты, советники. У бедных людей – нет, потому что они читают, что все знают сами. Повторяю, у всех богатых людей есть наставники, консультанты, советники. У бедных людей – нет, потому что они читают, что все знают сами. Найдите себе наставника, станьте успешным. Дорогие мои, в комментариях пишите свое мнение, свой опыт, поделитесь своим опытом, пожалуйста, в комментариях. И поделитесь, пожалуйста, нашей рубрикой своим знакомым друзьям. Желаю вам успехов. До встречи в наших тренингах. Увидимся.